Музыка Боготворю Это Юрий Алексеевич Латинков И Валерий Александрович Долматов У меня к сожалению нет ролика Где Долматов В телепередаче рассказывает О своем Замечательном лакмастике Волшебной Которая нужна для лечения деревьев Кстати и отпугивание мышей тоже Вот Найдите на моем сайте Два его великолепнейших Рассказов Статьи О золотом корне И об облепихе Кто бы знал Я разознал бы что Масло облепиха может быть Ядовитым и целительным Попади Раньше у нас бабушки торговали На рынке попробуй На нем же не написано Что оно Опасно Так А вот Перед вами Юрий Алексеевич Латинков Вот дело в том что Естественной сертификацией Я не занимаюсь Что такое естественная сертификация Посадка под зиму Вот А он занимается И вот Его прекрасный ролик Вместе с Телевидением Я для чего сейчас Хочу Вы сами можете найти Этот ролик Можете зайти ко мне В гостевую книгу Дело в том что Зачем это лишний раз Показ А я сейчас противопоставлю Его Так Человека Почетного металлога С профессиональными Садоводами И сравните Что из этого получится Вот Есть садоводство Целительное Есть садоводство Которое ведет К уничтожению садов И это не шутки Вот То что вы видите В данном случае Латинкова Это садоводство Будущего Вот только один пример Чтобы не быть Богословным Потому что мне говорят Знаете Вот тут даже В этом вот В гостевой книге Есть такое Вы говорите Это нельзя Это нельзя Это нельзя Это нельзя И это нельзя И это нельзя Вот А что тогда можно И вот Люди Дуреют В каком плане Ну в хорошем смысле Дуреют Они ходят по саду Думают Ну чем бы еще заняться Ну что бы еще отрезать Ну что бы еще Это самое Сделать А не надо Ничего не делать И почему Если не умеете Три варианта Еще раз говорю Первый Вот Как волшебник Латинков Умеете Делайте Не умеете Значит Посадили И не хай себе растет Даже вообще не подходите Просто не подходите Это уже какая-то гарантия Что сад будет Но не дай вам бог То что вы будете Чуть позже делать Сейчас будем говорить Еще раз говорю Это противопоставление Это антитеза Вот смотрите Сейчас Это просто Чтобы вас заинтересовать Чтобы вы этот ролик Потом сами нашли Опытник Юрий Латинков Продемонстрировал Как можно вырастить Яблону или грушу Из семечка Оказывается Такой способ посадки Свойственен И косточковым культурам Например Абрикос Удается вырастить Из косточки Главное Знать Некоторые тонкости Если вы любите Открывать для себя Что-то новое И не боитесь Экспериментов То выращивание Особых усилий Первое с чего Начинаем Это мы Начали В банке с водой Два дня Абрикосы Воду меняем Как это сделать Я думаю Примитивно Рассказывать И показывать Будет Итак Показываю Фрагментами Самое главное Ушиной 40 миллиметров И делаем Вот такую Как бы траншейку Раскладываем Косточки Смотрим Внимательно Коротко И понятно Сколько вам нужно Сколько душой угодно Ну Желательно Обратите внимание Что косточки Нельзя погружать В землю У такого Скоро Есть Свои причины Вот Система Нашего Кружка Абрикоса Такая генетика Здесь уже Никуда Как говорится Не прыгнешь Первые корни Отходящие От ствола Здесь Формируется Корневая шейка После прорастания Эта корневая шейка Абрикоса Искусственно Заглубляется И самый хороший Абрикос По жизни Это Сейниц Будем говорить Падальник Который Вот упал И вот они Лежат на земле И зачастую Прорастают Понимаете Это самые ценные Посаженные Таким способом Косточки Вот он Сейчас делает Близко к этому Но уже Не в природе А в саду Для чего мы Это сделали Сейчас мы Делаем Такую процедуру Либо Песком Либо Просто засыпаем И до весны До момента Пробуждения Видите Получается Что у нас Это уже весной Не сейчас Корневая шейка У нас получится На уровне земли Слышали Вот этот бугорох Сами размоют То есть уже Ничего не будет Либо мы Визуально Будем увидеть Где что Мы просто взяли Помогли Немножечко И все Выпривание В этом случае Никогда не будет Слышали Это кстати Моя фотография Такой опыт Может оказаться Очень интересным Вполне возможно Что вы получите Отличные саженцы Абрикоса Итак Друзья мои Посмотрели Вот такими Садоводами Я и горжусь Горжусь дружбой С такими садоводами Но маленькое Дополнение От меня Не противоречие Вот Наврали больше снега У меня без снежья Вы Это самая Схожесть При естественной Сортификации То есть посадка Осенью Под зиму Результаты Гораздо хуже Значит Наш друг Сергей Николай Георгиевич Земляк Латинкова Еще один Супер садовод Вот Он говорит Что у него Посаженные Осенью При естественной Сортификации Ну то есть Посадка осенью Косточки Обязательно Весной Сходят Эх Мне бы так Наши без снежья Результаты Эти нивелирует К сожалению Наши Я имею ввиду Хакасское без снежья Какой-то год 90% Какой-то 10% Вот так вот Поэтому Я сторонник Сортификации Но это уже Другой вопрос Итак Вы познакомились С волшебником Вот Кстати сказать Была бы весна Все равно Надо садить так Чтобы корневая шейка Была На уровне почвы Иначе Почему я противопоставляю В данном случае Латинкова Всей гигантской науке Вся гигантская наука Во главе с докторами Учин Закапывать Косточки А дальше Как повезет Сухой климат Там Бесснежный С засухами Глядишь Продержишься Здесь 15 лет В некоторых научных садах Есть такое И выдержат А потом помирает Ну уже Уже найдут Для этого причину А на прежде чем Помиреть Сгнивает корневая шейка Основание штамба Там под землей Оказывается И Вопрос только во времени Не поведет Как Это Кто бы знал Эстония 20 тысяч Сад заложили Амрикосов Все мертвы Вот Близко результат В Беларуси Да И наша Прибалтика Во главе с Питером И с питерской наукой Доктор наук Пишет Редактору Газеты Шесть соток Какие уже Замут Амрикосы У меня Все выпали Все Сорта Формы Вот так Логика От обратного В чем Ленинград С его сырым климатом Вся Россия Пол Россия Это уже Намного лучше климат Если даже Там бы не выдержали Вот И вот Получается Опыт этот Ограничен В чем